Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на продаже появился FV201A45 в комплекте с ISU-130. По поводу ISU-130 и комплекта в целом, свое мнение я уже высказал и ссылочку на данное видео вы найдете в описании. Также я туда положил отдельный обзорчик на ISU-130 и положил дополнительное видео по FV. Сама FV интересная машина, но платить за нее 4500 голды, с учетом того, что ее когда-то продавали за 4000 золота и без того же самого редкого камуфляжа, но все-таки с открытым всем оборудованием, что гораздо выгоднее в любом случае, платить за нее 4500 это перебор. Однозначный перебор, потому что 4500 эта семерка не стоит однозначно. 3500 в голом состоянии, окей, хорошо, чисто любителям фана и не более того, для того, чтобы периодически выехать, покататься, повеселиться. Что касается набора, кратенько скажу, 7500 и именно из-за того, что здесь ISU-130, а не какая-то другая машина, я не вижу смысла данный набор покупать. Почему? Опять-таки перейдите по ссылочке и там посмотрите, почему я не считаю за целесообразное приобретение данного набора за 7500 голды. Что касается конкретно FV-201, сейчас ее полностью обсудим, посмотрим на броню и выкатим ее из ангара. Что касается технических характеристик по машине. Здесь действительно очень классное орудие. Но не от тяжелого танка. По большому счету это такой себе средний танк с бешеной скорострельностью и слабой подвижностью. Время перезарядки здесь у орудия 3,5 секунды. С учетом того, что я поставил себе калиброванные снаряды, а если хочется, чтобы стреляло еще прям быстрее, ставьте досылатель. Но почему не стоит этого делать, сейчас объясню. При этом всем, ребят, 2750 единиц ДПМа. Для семерки это действительно очень много. Средний урон, как я говорил, от среднего танка. 160 единиц на базовом снаряде действительно не для тяжа показатель однозначно. И пробитием с учетом установленных калиброванных снарядов 180 миллиметров. Что в целом вполне себе достаточно у себя на уровне. Ну, понятное дело, с восьмерками потягаться будет уже гораздо сложнее. Также стоит отметить, что здесь просто уникально великолепное время сведения. Менее 3 секунд и шикарный разброс в 0,312. Многие средние танки не могут похвастать такими показателями по точности. Плюс к тому, ребят, здесь угол склонения орудия вниз минус 8. Что действительно очень комфортно, но далеко не для того, чтобы отыгрывать от башни. Потому что башня здесь не забронированная, в принципе, если сравнивать с другими тяжами на уровне. Да и корпус здесь тоже особой броней не отличается. Поэтому я и говорю, что это больше такой себе средний танк с вялой подвижностью, нежели тяж. Именно поэтому на данной машине лучше всего играть на направлении средних и легких танков. Если мы посмотрим на сравнительную таблицу, из которой я выбросил барабанные машины, то вы обратите внимание, что у нас самый шикарный ДПМ. 3000. Но это здесь в таблице. Сделайте поправку. Но в любом случае все машины имеют вот эту поправку по процентам. Поэтому в любом случае у вас лучший показатель по ДПМу, если не считать Блэк Принца. Но там прям совсем беда бедовая в отношении подвижности данной машины. 25 вперед и 12 назад, тогда когда у нашего героя 31 вперед и 16 назад. Именно поэтому на ФВ-201 гораздо более комфортнее играть в отношении передвижения по карте. Ну, понятное дело, в отношении брони с Блэк Принцом нам сравниться не получится однозначно. Как вы видите, здесь у меня установлено в оборудование на досылатель. И при этом всем у нас вот такой ДПМ. Ставите себе калиброванные снаряды и все равно у вас остается просто-таки шикандосный ДПМ, который действительно продолжает быть одним из лучших. Ну, а точнее вторым, если считать Блэк Принца в сравнении. Что касается пробития. В таком случае 180 мм. Один из лучших показателей на уровне. Да, есть ребята, которые имеют выше показатель по пробитию. Но есть и огромное количество машин, которые пробивают гораздо хуже. При этом всем альфа у нас далеко не самая лучшая. Всего лишь 160. И как видите, опять-таки, только у Блэк Принца такая же. У всех остальных гораздо более альфовое орудие. Короче говоря, ребят, не относитесь к ФВ-201 как к тяжелому танку. Относитесь к нему как к средняку. И тогда вы поймете, в чем прикол данной машины. Доходность 150%. Понятное дело, что не фармер. В минусе сидеть не будете. Но и зарабатывать тоже на нем не получится. Что касается процента по победам. Вполне себе нормальный. 50% ни вашим, ни нашим. Короче говоря, его обсуждать отдельно не будем. Стоит отметить, что ФВ-шка, как я уже говорил, это чисто фан. Это вот просто ради веселья, ради интереса и не более того. Поэтому покупать себе данную машину, как один из первых премов, однозначно не стоит. Хотя много лет назад я данную машину приобрел себе. Ездил на ней, фанился и даже умудрялся серебро зарабатывать, пока не купил более толковую в отношении доходности восьмерочку. Ну что, берем ФВ-201 и погнали попытаемся затестить. Итак, ребят, погнали. И сам Боженька нам помогает. Против нас нет восьмерок. Есть четыре тяжа, но на направлении тяжелых танков дорога нам заказана. Поеду сейчас вместе с Фростием. Попытаемся продавить линию средних легких танков. Там дальше мы посмотрим, чем это дело все закончится. Глядишь, сможем потом вяленько подкатиться к оставшимся тяжам и помочь нашей команде их разобрать. Как я говорил, подвижности у данной машины нет. Она прям вот совсем тяжело тянется. К этому необходимо быть готовым. В чем-то данная машина внешне похожа на Центуриона. И не относитесь к нему как к Центуриону. Все-таки Центурион гораздо более подвижная машина. Ну и, соответственно, на этой машине придется немножечко привыкать. Вообще машина такая, знаете, скомплектованная, интересная. Она с одной стороны для фана и веселья, потому что быстро стреляешь. А с другой стороны она для тех ребят, которые никуда не торопятся. Ну и, как вы видите, в отношении скорострельности просто имба имбовая. Снаряд за снарядом улетает. И при этом все, меня пробивают просто-таки на ура. Особо Кромвель не церемонится, не выцеливает. Сложностей для него абсолютно в этом отношении никаких нет. Товарищ на ВЗ, как я понимаю, сейчас прикемарил немножко. А значит, для нас это возможность вот так вот в наглую как-то выехать. Попытаться добрать Кромвеля. Ну а потом уже сосредоточиться на проснувшемся и опять, скорее всего, уснувшем сопернике. Что касается ДПМа. Реализуемый ли он? Да, крайне реализуемый. Абсолютно спокойно вы накидываете большое количество урона за бой. Вы вполне спокойно добираете своих соперников именно благодаря скорострельности. Да, у вас не хватает альфы для того, чтобы сделать это за счет массированного разброса хпшки в разные стороны от вашего соперника. Но при этом все, ребят, вы действительно можете накидывать. Главное, войти в какую-нибудь такую игровую ситуацию. Находиться там, где вы, скажем так, практически, практически безнаказанно сможете этим заниматься. Так, пытается убежать, но с нашей точностью, с нашим временем сведения у него это, ну, никак не получится. ФВ-шка действительно может фанить. Я не знаю, кто там что мне будет писать в комментариях по поводу того, что я горжу какую-то чушь, что фаниться необходимо не благодаря скорострельному орудию. Но мне почему-то кажется, что порой фан находится именно в этом. В пулемете, которым ты обладаешь и который ты, в принципе, не побоишься применить. Вот сейчас, пока он будет перезаряжаться, пока он будет отходить, я успеваю еще в него накинуть. При этом я получил, на удивление, непробитие от него. Хотя, в целом, у БЗХ довольно неплохой уровень пробития у снарядов. И выходим из боя с победой, хорошим настроением и тремя фрагами на счету. Что касается уровня настрела, как правило, на ФВ, если грамотно его использовать, если не ехать, не бодаться с тяжелыми танками, которые, безусловно, будут вполне спокойно вас разбирать, а ехать именно к легким и средним танкам в первую очередь, то, безусловно, ваш настрел будет таковым, который будет вас водружать на первые места в команде. В данном бою у нас получилось, не потея и практически ничего не делает, 2530 единиц нанесенного урона, что касается фарма. Как я говорил, это не фармер в типичном его понятии, то есть, эту машину покупать ради того, чтобы зарабатывать на ней серебро, ну, как бы смысла нет. Но при этом всем, ребят, посмотрите на результат. 37800, это без прямаккаунта и с прямаккаунтом 59700. Что же касается нашего места в команде по урону, то, как вы видите, мы занимаем упрямое первое место. И, в целом, была бы возможность, были бы еще соперники, то их бы мы вполне спокойно расшвыряли в разные стороны. Главное, как я говорил, не попасть в бой к восьмеркам, потому что там вы действительно лакомый кусок. Размеры машины довольно-таки серьезные, подвижность далеко не самая лучшая, ну и, понятное дело, вас очень быстро разберут и свилять куда-то у вас однозначно не получится. Что же касается приобретения. Я думаю, вы уже поняли, что за 4500 покупать в голом состоянии данную машину вообще не вариант. Вариант купить себе ее в составе набора и, о, конкретно FV201 вы не пожалеете, если вы хотите купить себе ISU-130. Но это уже совсем другая история. И стоит ли покупать лично вам набор, там уже, ребят, определяйтесь самостоятельно. Мое дело, как я говорю, показать машины такими, какие они есть на самом деле, ничего от вас не скрывая, ничего не пропагандируя и не рекламируя. Покупайте то, что вам нравится и смотрите исключительно честные обзоры, а не нарезки боев. Тогда вы будете знать, как машина будет играться вашими руками. Но особенно обратите внимание на то, что я обычный игрок, у меня нет 60% по победам, моя статистика 50-55%. И поэтому, если вы хотите понять, как вы будете играть на той или иной машине, если имеете такую же успешность в игре, как у меня, и точно так же умеете играть, как я, то, наверное, мои обзоры вам подойдут гораздо больше, нежели от каких-то статистов и супер-киберкотлет. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. Ну а вы, друзья мои, подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайк данному видео и обязательно напишите комментарий. Это помогает продвижению моего контента. Заранее вам безумно благодарен. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.